всем привет с вами Олеся и сегодня я научу вас как вязать кулиску вот для такой детской шапочки для начала вязания мы будем использовать открытый набор петель мы получили по нашим подсчетом 80 петель и для того чтобы нам потом набрать эти 80 петель мы сейчас должны набрать на вспомогательную нить цепочку из воздушных петель это наши 80 плюс примерно 8 петелек чтобы они у нас но нам было их достаточно поэтому набираю сейчас воздушную цепочку наш теперь берем крючок поменьше вот так будет удобнее вот я четверочка набирала троечка я буду петельки доставать принципе можно прямо на спицу сразу набирать ну крючком будет удобнее так отступаем немножко от края сколько в этом запас делали ну две-три отступаю и за вот это вот заднюю вот она у нас наша цепочка воздушная а сзади есть вот такие вот штучки вот эти поперечные и отсюда мы будем делать набор наш основной так сейчас мы должны набрать наши 80 петелек вот таким образом из вот этих вот петелек сложно можно даже на самом деле крючок поменьше взять ниточка то это у нас толстая получилось либо я просто взяла очень тонкую нитку для самой воздушной цепочки поэтому мне немножко сложновато получается лучше да лучше взять прямо толстенькую ниточку и набирать вот таким образом наберем все наши петли далее встретимся мы хочу сказать что ну должно быть до понимания что вот мы набрали эти петли и теперь их нужно на крючок и на спицу перекинуть то есть моя вот эти спицы три с половиной чуть меньшего диаметра мой крючок позволяет делать вот так ops и отсюда аккуратненько просто их снимать если у вас крючок с ручкой тогда вам конечно придется их сначала снять с крючка потом на спицу уже надевать вот таким образом у нас оказывается на спицах и набрала мои 80 петель я забыла вам сказать что вообще лучше конечно круговые спицы использовать тоже меньшего диаметра просто у меня таких нету три с половиной миллиметра поэтому я чулочные использую и так мы набрали наши петли теперь нам нужно замкнуть в круг для этого мы просто продолжаем вязать дальше это будет наша кулиска и и нам необходимо прорезать лицевой гладью поэтому начинаем лицевыми петельками прямо так вот сразу потом и кончики все затянем конечно но это набралось но конечно там начало ряда можете установить маркер так нам нужно провязать лицевой гладью нашими круговыми рядами около полутора сантиметров вернее высота нашей кулиски то есть соответственно умножая на 2 так как она будет загибаться примерно 3 сантиметра давайте высоту провяжем далее посмотрим может кто-то хочет пошире сделать то есть смотрите сами как будет вам больше нравится я буду вязать на высоту 3 сантиметра далее встретимся я провязала 3 сантиметра лицевой гладью теперь мы должны распустить наши вот эти петельки набрать их на другие спицы я беру спицы примерно такие же и вот эти петельки снимаю на них при этом потом будем распускать нашу дополнительную нить то есть вот так мы все петельки наберем также можете вторые круговые если у вас есть аккуратненько потом спустим эту ниточку я набрала снизу наши 80 петель обязательно посчитайте что было 80 а теперь эту ниточку нужно распустить так просто тянем у нас все аккуратненько распускается так вот как теперь мы должны загнуть вот таким образом пополам и провязываем по 2 вместе поочередно петлю с этой спицы с этой и так поочередно пока не останется у нас на спице 85 провязываем по 2 вместе лицевой вот таким образом с одной спицы с другой спицы так пока не провяжем все наши петли вот что у меня получилось теперь нужно еще один ряд провязать изнаночными петлями и один лицевыми на этих же спицах далее будем переходить на более крупные спицы это наша четверочка и всем пока вяжите с удовольствием ставьте лайки нажимайте колокольчик не забывайте оставлять добрые комментарии и подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка внизу